Дорогие братья и сестры, всем привет из города Севастополя. Хочу рассказать примеры своей жизни, как я учусь отдавать все свои дела и заботы Господу, чтобы Он устроил путь мой. Недавно я ездил в Кемерово из Севастополя на машине, это 5000 километров в одну сторону и 5000 километров в обратную сторону. И я заранее уже начал молиться, чтобы Господь устроил путь, чтобы благословил финансами, чтобы хоронил от поломок, чтобы оберегал от всяких злых людей, чтобы посылал навстречу тех людей, которые хотели бы услышать Евангелие. Все эти вещи я промаливал. И дорога сложилась прекрасной. Съездил в одну сторону и в другую, вернулся в Севастополь в прекрасном настроении и был очень благословлен Господом. И Псалом 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Аминь. Друзья, еще хочется сказать то, что мы все находимся в путешествии. Мы идем в путь с Господом Христом, исполняя его волю. И этот путь бывает нелегким. На пути всякие препятствия возникают. И вот пример для меня Ездра. Ездра книги, 8 глава, 21 стих. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Ездра с людьми шел восстанавливать Иерусалим. Путь был тоже сложный. И вот он в посте и молитве просил Господа, чтобы Господь устроил их путь. Они не надеялись на себя, на свои силы, но уповали на Бога. И тоже Ездра, 8 глава, 31 стих. Они получили ответ. «И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути». Друзья, мы не знаем, что и кто будет подстерегать на нашем христианском пути. Но если мы доверим наш путь Господу, если будем уповать на Него, поститься, молиться, Господь обязательно поможет. Он устроит наш путь и сохранит нас от всякого зла. Всем благословения, дорогие братья и сестры. Мирного неба всем над головой. Аминь.